Турецкий патруль на границе с Сирией. В четверг турецкие военные в провинции Килис попали под обстрел. Огонь вёлся с территории Сирии, из района подконтрольного боевикам Исламского государства. Один человек погиб, трое получили ранения. В этот же день СМИ сообщили, что Анкара разрешила США использовать военно-воздушную базу Инджерлик для нанесения воздушных ударов по позициям Исламского государства. Впрочем, на прямой вопрос об этом решении в Белом доме ответили уклончиво. «Я не могу говорить об этом из соображения безопасности. Но я могу подтвердить, что наша коалиция имеет доступ к различным военным базам в Европе и на Ближнем Востоке для проведения разного рода миссий, в том числе для разведывательных операций, для реабилитации раненых военнослужащих, для дозаправки и проведения авиаударов». Турция входит в состав коалиции стран, ведущих борьбу против Исламского государства. Однако до последнего времени принимала в ней лишь ограниченное участие. Турецкое правительство неоднократно отказывалось давать разрешение на проведение военных операций с территории страны. Но в понедельник в турецком Суруче, что на границе с Сирией, произошел теракт, жертвами которого стали 32 человека. Еще более 100 получили ранения. Анкара считает, что взрывное устройство в саду культурного центра города привел в действие смертник, который действовал по заданию Исламского государства. В итоге Турция не только договорилась США о более тесном сотрудничестве в борьбе с ИГ, но и в пятницу впервые нанесла авиаудары по позициям террористической организации в Сирии. Этим утром наши вооруженные силы, согласно полученным инструкциям, успешно уничтожили позиции Исламского государства, которые представляли потенциальную угрозу для Турции. Кроме того, в пятницу турецкая полиция начала масштабную операцию против исламских радикалов внутри страны, в ходе которой были задержаны более 250 человек. Субтитры создавал DimaTorzok